Добрый день! Сегодня хочу показать вот такую вот вещь. Сделал, не знаю, может использоваться как бра, или как светильник, как настенный. Вот, ну, провод пока это так, временное явление. Вот. Ставлена светодиодная лампа, чтобы, как сказать, ну, что она не гореется абсолютно. Вот так же может использоваться и как настольная лампа. Ставится на стол. Что это такое? Ну, как вы видите, это рубанок. Старенький, дубовый, настоящий, не какая-то подделка. Рубанок, которым работали, который, к сожалению, отработал свое. Ну, теперь он может, вот. Можно, разумеется, переделать и вот так вот. Но вот такой вот вариант, он больше, скажем так, будет потолок освещать, то если где-то в коридоре, чтобы, ну, вот рассеянный свет сделать. Вот. Лампы бывают разные вот такого типа. Ярче, тусклей. Что еще у них можно сказать? Ну, то есть формы разные, баллоны. То есть вот такая тема. Могут быть. Ну, соответственно, провода можно. Вот. Из дополнений есть мысль такой у меня в тряпочной оплетке, старый провод, и сюда приделать два изолятора. То есть как по изолятору. Ну, а по нишу уже. Вот. Либо можно просверлить отверстие его, чтобы отсюда внутрь, допустим, ну, с торца засверлиться, в принципе, тут, ну, здесь выпустить, ну, или там в стену увести. Ну, то есть это уже мелочи. Вот. Зашкорено, покрыто воском. Так, ну, наверное, я из кадра немножко выпадаю. Ну, вблизи показывать. Ну, вот такая вот штуковинка. На мой взгляд, очень симпатичная и органично, и очень легко делается. Ну, как, здесь нелегко, здесь заменена железка, просверлена, ну, то есть все. Вот. А так, ну, можно, когда железка соответствует, можно использовать родную железку. А, здесь вот выбран паз для, ну, вот, вешать, чтобы сделан подвес. Такая вот дизайнерская вещь. Не знаю. Из любопытства выставлю на продажу, посмотрю, можно ли такое продать. Ну, к сожалению, знаете, надо либо какой-то специальный сайт, вот, либо... Давайте еще раз включим. Оп. Ну, короче, вот так вот. Ну, на этом, который, там, основной, там, какой-нибудь, на Авито, там... Ну, сложно такое найти, если даже вот захотеть какой-нибудь дизайнерский что-то поискать, там, будто, как-нибудь, долянет на эти, в основном. Вот. Поэтому вопрос, как такие вещи продавать, очень интересный. Непонятный. Вот, трещинки, я немножко в них клея налил, чтобы они, ну, дальше не пошли, здесь у нас с трещинками плохо видно. Но, не стал их, как скажем так, маскировать, скрывать. Вот. Ну, наверное, можно покрасить, там, какой-нибудь шебешик сделать. Стиль, ну, я не люблю, стиль шебешик, потому что у меня в этом стиле, вон, все заборы, сараи, и все остальное в этом доме. Вот. По стилю, ну, конечно, вот он хорошо в какой-то такой, действительно, можно вот в мастерской повесить будет органично. Ну, в принципе, и в комнате он неплохо. Ну, даже вот здесь, на мой взгляд, как-то немножко он кажется не к месту здесь, но в то же время, на мой взгляд, он не выглядит совсем инородным телом. Вот. Доставать, я же говорю, что надо какой-то абажурчик, но абажурчик очень небольшой, если сюда приделывать надо, если кто-то будет, потому что если сделать, ну, довольно большой, ну, вот, если даже побольше, он закроет рубанки, он перетянет на себя внимание, тогда уже, ну, не будет видно, что это из-за рубанка, но если будет видно, это будет уже как-то так, ну, а тут именно голая лампа, которая, ну, интереса не вызывает, то именно как раз внимание на том, что из-за рубанка сделано. Вот, рубанки бывают большие, маленькие, широкие, тоненькие, там, и так далее, из-за разного дерева, так что, я говорю, сопользуйтесь моей гениальной идеей, делайте, если захотите. Ну, не захотите, не делайте. Вот. Вообще, у меня в планах сейчас есть, именно, чему-то захотелось, давно уже охота была, но первое, или там, второе, что я сделал, светильников еще два у меня, скажем так, в процессе, но там процесс пока еще, там, на стадии только. Ох, и сбора материалов. Ну, то есть, на один уже все собрано, надо покрасить, только и переделать, другой там, хитрый, надо там, абажур делать. Есть идеи, там, интересные, там надо точно все это протянуть. Вот, ну, и там еще целая кучка идей, может быть, когда-нибудь осуществлю, хочу сделать серию разных светильников, настольных, там, торшеры, настольные лампы, бара, или вот какая-то универсальная вещь, что и на стол можно поставить, и на стену, то есть, ну, хороший, на мой взгляд, как подарок, может быть. Ну, вот провод, разумеется, такой-то, ну, по-на-ви поставить. Чем может быть интересно? Ну, то есть, что вот человек может и на стол поставить, и в шкаф убрать, и... Самое смешное, что если железку вытащить вот эту, поставить обычную, ему даже можно строгать. Ну, он и, конечно, старенький, там, дно я специально немножко испортил, то есть, я его сделал, как бы, таким вот, вогнутым. Ну, чтобы он не качался, потому что оно было немножко кривовастое. Плоскость выводить, как бы, можно вывести, но, бывает, мы ставим на неровные поверхности, и если там будет идеальная плоскость, он там будет со мной шататься. А вот когда у нас получается вот такой конструкции, то оно будет намного, как скажем, ну, устойчивее, надёжнее. Вот. Ну, то есть, здесь он пока висит, потому что здесь гвоздь был, здесь когда-то радио висело. Потом будем думать, куда его подвесить. Вот, что ещё рассказать. Снял я процесс. Будет отдельное видео о процессе его изготовления. Ну, кому интересно, что делалось, чем делалось, как делалось. Ну, я думаю, догадаться несложно, что процесс слёгкий. Вот. Что ещё? Ну, опять же, такой вопрос. Вдруг кто что-то подскажет. Я смотрел, то есть, искал в интернете, вот из старых рубанков, ну, практически ничего нету. Никто ничего не предлагал сделать. Ну, отреставрировать. Там, не знаю, железка, если она без отверстия посередине, там можно ножик какой-то сделать. Вот. Всё. А, то есть, вот колодку, ну, здесь вот дуб. Ну, и уже какая-то форма есть, история. Как-то просто кинуть в печку, как-то жалко. Ну, опять же, если бы она была не треснутая, то там, да, можно из неё что-нибудь там выточить. Какой-нибудь там, ну, мало ли, ну, что понадобится, какое-то изделие. Вот. То здесь стрещины, поэтому не сделаешь. Вот такие. То есть, может, кто-то что-то видел, подскажите, ну, будем, давайте делиться идеями. На мой взгляд, может быть, продуктивно. Кто-то едет, вот. Потому что я вчера товарищу показывал фотографии. То есть, он мне там одну идейку подкинул. Ну, он изначально идейку плохую, но как-то его идея подбила мою, там, моё воображение запустилось. И как-то вот так вот вместе мы хорошая пришла идейка. Плюс одну, да, он там подкинул, тоже неплохую, да. Ну, вот. Ну, то есть, как бы, взаимно обогащаться. Вот. Такие дела. Ну, лампа нагревается. Вот я поголодил. Ну, рукой держите, такая чуть тёпленькая. Вот. Что ещё рассказать интересного? Ну, не знаю, ну, на мой взгляд, мне нравится. По сравнению, когда с какими-то из магазинов, где всего по одной цене куплены тёрки из какой-то стены, вот эти вот, и в них стоят это, ну, не знаю, ну, как-то, на мой взгляд, уже не при... Да, ну, как-то оригинально, но оно видно, что там... А здесь всё-таки настоящее дерево, хорошее дерево, послужившее дерево, что вот не как-то мы его, как говорится, вот, отработал, спас, и иди в печку тебя. А как-то вот мы уважение проявляем. Опять же, уважение к... То есть для меня, опять же, рубанок это не просто рубанок, это... Ну, я не знаю, это дедушкин или прадеда. Прадед у меня был столером, с 7 лет всю жизнь работал, то есть вот... Ну, то есть как бы это тоже такая есть символика, вот, значение. Дали уважение к людям, которые могли своими руками что-то сделать. То, что будет, ну, там, работать, притом, раньше как-то делали то, что надолго. Ну, тот же вот дом стоит, 60 лет и стоит. Какие-нибудь новостройки. Падают периодически. Там, ну, не знаю, не буду крутить камеру. Вот, там, передо мной стоит стол за камерой. Тоже там порядка, ну, где-то более 60-го стола. И, ну, там, кое-что уже полезно подремонтировать, но... Хочу его подремонтировать. Ну, и тем не менее, он стоит. Как говорится, я использовался по полной, там, для побелки с него белили, и, там, и того, и сего, и... Ну, вот он. Потому что, как-то, сделан из дерева, а не из опилок, и... Люди... Вот, есть у меня на канале стул деревянный. Показан парочка стульев, которым, ну, где-то тоже года 60-го. Вот. Сколько я себя помню, не всегда в одной паре. Не хуже, но лучше. Вот. Такая вот вещь. Так что, такие вот мысли, извиняйте, что долго. Может быть, не очень. Интересно, но, опять же, как я всегда говорю, никто никому не мешает выключиться раньше и перестать смотреть. Если стало скучно, неинтересно. Так, ладно, что-то какие-то звуки котле издают. Благодарю за внимание. Всего доброго. Удачи. Ну, давайте сейчас я наеду поближе. Может, попробуем показать. Ну, то есть, может, будет интересней. Ну, вот так вот он выглядит. Если мы сейчас... Я хочу просто лампу чтобы закрыть. Ну, вот так вот оно выглядит. Всего доброго. Удачи.